Привет, друзья! В минувшей выходной в Москве прошел очередной лего-фестиваль и сегодня я хочу немного рассказать об этом событии. На этот раз фестиваль проходил два полноценных дня и в его организации участвовало сразу три лего-сообщества. Сразу скажу, мне очень понравилось. Это очень круто пообщаться вживую с коллегами по лего-хобби, меняться опытом, да и просто обсудить какие-то интересные темы, потому что, конечно, живое общение намного круче, чем какие-то переписки в интернете и в этом плане фестиваль – это уникальная возможность, потому что мероприятие планируется заранее, люди подстраивают свои планы и действительно приезжают с разных городов и даже с разных стран. На фестивале была небольшая, но очень интересная экспозиция самоделок. Это как копийные модели, так и какие-то футуристические аппараты, большие, маленькие, легковушки, грузовики. И очень много всего интересного, с удовольствием порассматривал. Также мне очень понравились самоделки систем деталей, заснеженный ландшафт со стенда с Гарри Поттером. Ребята строили прямо на месте, и тоже было интересно понаблюдать и немного даже поучаствовать. Впервые я вживую увидел на этом фестивале соревнования грузовиков. Это такой, можно сказать, триатлон. Три этапа в соревнованиях. Сначала нужно пройти трассу на скорость просто на тягаче. Потом нужно зацепить тягачом прицеп. Причем практически у всех, по-моему, была автоматическая сцепка разных конструкций. У всех были свои какие-то технические решения, потому что за ручную сцепку там был довольно большой штраф. Очень интересное соревнование. И потом на этот прицеп нужно было положить грузы от одного до трех килограмм. И в зависимости от того, сколько ты везешь, ты ездишь разное количество кругов. Соответственно, с одним грузом три круга придется проехать, с двумя грузами два круга. И если вы берете все три килограмма, то надо будет проехать всего один круг. Очень получились крутые соревнования. Ребята построили очень красивые грузовики. Было очень интересно наблюдать. Ну и также на этой же трассе прошли заезды пузатерок. Самыми зрелищными, конечно, были финальные заезды, когда участвовало по 3-4 машины. Это был настоящий такой замес. И судьба главного приза решилась в упорной борьбе. До последнего было непонятно, кто же победит. Это было очень круто. Помимо техник соревнований, также на фестивале была коллективная сборка очень крутого системнабора. Это порт из серии Ниндзяга. А в сборе он реально, конечно, впечатляет. Там такая крутая детализация. Плюс он стыкуется с другим тоже набором гигантским. И все вместе это смотрится очень интересно. Ну и, наверное, самый интересный для меня был опыт поучаствовать в таком... Не знаю даже, можно ли назвать это соревнованием. В общем, нужно было палочками для суши набирать себе детальки. Вот. Это настоящий вызов терпению и пальцам. Но это очень прикольно. Я на месте, к сожалению, не снимал, потому что активно в этом участвовал. Но сейчас продемонстрирую, как это примерно выглядит. Так, ну что? Вот так вот берем, берем, берем. И таскаем. Самое веселое, конечно, это вот эти... Ой. Кругляши. И глазики. Глазиков было много. И в итоге собрали все. Деталей было очень много. И до конца продержались лишь единицы. Само собой, на фестивале прошли уже традиционные заезды лего внедорожников. Этому был посвящен отдельный день. В конце видео я сделаю небольшую нарезку. Традиционно призы предоставила компания лего, как поддержку сообществ, за что и огромное спасибо. Ну и еще одна была очень интересная штука на этом фестивале. Ребята принесли, я так понял, полусамодельную систему дистанционного зрения, скажем так. То есть на модельке была установлена камера. И картинка с ней транслировалась на экран, который был как бы на шлеме. Но это не совсем виртуальная реальность. Там на повороты головой вся эта система не реагировала. Но в общем и целом, вот ты видишь перед глазами то, что находится перед машиной. У тебя в руках руль, педали на полу. И можно управлять машиной, если это делать не просто на ровном полу, а на трассе. Это очень было круто. Прям полный эффект присутствия. Ну и в заключение хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации. Всем, кто пришел. Понятное дело, что основная нагрузка ложится и, конечно, на ребят из Москвы. Огромное вам спасибо за такое крутое мероприятие. Надеюсь, что до скорых встреч. Ну а сейчас обещанная нарезка стрела. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!